всем привет всем доброе утро у кого она добрая опять у нас включение из кухни вчера жизнь несла свои коррективы у нас видите опять перестановка у нас стиральная машинка уже стоит на кухне а потому что мы вчера включили стирать она бах лампочки забегали ну и все муж воспользовался интернет а вообще он все знает все умеет еще бы чуть-чуть немножко была какая-то запчасти он все сделает но что он и разобрал почитал там о щетках и так далее сегодня быстренько вытащил мотор посмотрел почистил четки работают в общем созвонился с мастером мастер придет в 12 до часа там они обсудили варианты нам уже кажется что все таки это электроника потому что или заблокировала замок она не открывается не закрывается не стирает вообще ничего не делать глупо как в танке лампочки только мигает у нас уже была такая история у нас на родине наша машинка тоже также мигала что-то там в общем заблокировала вова пригласил мастера знакомого он нам что-то такое хорошее сделал что у нас просто дверка крылась любое время цикла и больше не было привязано вот эта запчасть наверное дорого ну короче в общем я надеюсь что мы легким испугом потому что ну что он вот ну что без машинки стиральной уже никуда брали мы его за 5000 пятнадцатом году сначала мы снимали квартиру не пыталась стирать там была машинка которая барабан ну что приходил мастер провел диагностика этой машинки машинка вот называется арестон в общем видео техники сейчас можно делать отдельным даже видео отдельной тематикой какие ожидания должны быть от бытовой техники оказывается не надо сильно много от нее ожидать у нее есть срок службы и самое главное чтобы если что-то случится то хотя бы было гарантийное обслуживание значит пришел этот мужчина олег он такой очень обаятельный привлекательный спокойный такой рассудительный муж быстро хотел чтобы он ему поставил не ему а машинке поставил диагноз он выдать им не поработать в общем прозвонил мотор хотя во воду это уже все это прозвонил в общем вроде бы и там есть короткое замыкание там и сам потом по оконцовке выяснилось что все-таки это там где процессор там из-за короткого замыкания произошло оплавление общем и может быть и тэн был смысл в чем что если взять этот эту запчасть с собой там ее проверить отремонтировать если будет возможность то это может быть сама запчасть это 4 может и 10 тысяч короче какие-то в общем варианты такие что даже если мы отремонтируем и не продадим ее из-за но если мы продадим то за 5 сколько ложим столько и получим мы его сразу подводили скажите нам вообще не надо нам особо диагностики говорю ну что вы получаете удовольствие это же моя работа я же не могу сказать когда вы мне звоните что вы знаете вы сразу обратитесь до нас и купите там машинку там за 14 тысяч подобную так бы выбрали но по концовке машинка такая ему не нужно на запчасти вызовы диагностика стоила 700 рублей вы было так смешно хотя он уже изначально понимали что смысла нет никакого в этом я с одной стороны даже и как расстроилась лучше расстроилась берем кредитную карту и идем днс машинка это нам отслужило пять лет у нее уже запах тому вещей что-то в общем не нужно же открывать уже сколько я уже разность средства использовала для того чтобы убрать этот запах и антибактериальную режим выставляла и таблетку от этого для посудомоечных машинок использовала и всякие всякую разную сячину использовала поэтому вот она сломалась и все и все поедем сейчас купим машинку и будем пользоваться позвонил чтобы ее нам забрали и не сказали от 200 до 500 рублей они могут нам дать просто смешно что мы даже не оправдаем вызов мастера надо вовы конечно было желание это все моторы подоставать потому что вот ему нужны эти все запчасти но у нас нет гаража вот если был бы гараж у нас там стояли бы все холодильники машинки телевизоры а этот мужик сказал так каких же случаях эти машинки ремонтируются а он еще сказал что каждый производитель они делаются уже так если раньше были машинки старые там были платы где можно было диагностировать самостоятельно по другому как-то устроена запчасть нужно было купить то сейчас нужен ключ для того чтобы этот процессор взять подключить ноутбуку ключ это стоит для сервисного центра 5000 рублей в месяц и ни разу еще такого не было чтобы мы ну как бы эту запчасть продиагностировали и что ее можно починить то есть бесполезность этого ключа это только если мне кажется если машинка на гарантии и выяснить что это точно бесполезность и тогда они уже по гарантии вернула машинку вернут ну как бы обменяют вот поэтому говорю какую же машинку приобрести за 14 за 40 там может никакой разницы как у боши тоже она даже не цельные эти банки или чем там сказал даже если вот подшипник какой-то полетел невозможно туда добраться ничего невозможно отремонтировать машинки такие он берет но не имеют у стиральной машинки на запчасти берет только старые но может лет десять которым у которых совсем по-другому вот устроена это цифровизации нет это я так поняла ну все вот сегодня у нас такое видео о машинках поедем днс знака досталка будет завтра единственное что сняли это ножки которые купили днс которые хорошо стояли были установлены и уже они не шатались да не поехали что-то они стоят сзади едем машинку стирально нам везут одну везут одну заберут такую же замок купил рассказывал мне об этой байке венского леса какие что надо застраховать купил он как на кассе буханку хлебаешь а он хотел тебе другую продать да конечно эти меньше сумят это прям шумная очень второй подходит такой толстый саша их немец давайте вы завтра мы вам доставку сделаем хотите сами заберете в упаковке все сегодня оплатите завтра заберете меня были на вахту не оставить постираться в общем ты с витрины забрал машинку снял банкомат и ходил там все нервы вытрепал все один банкомат денег и 2 2 3 3 3 вообще не работает банкомат это пацан пришел банкомат разорвал ковырялся ковырялся больше не дает денег ни один ни второй ягод не знаю короче поремонтировал все банкоматы 45 тысяч снял 30 положил 15 в кармане вот жизнь пошла деньги дают рекой дают банки берите не хочу давать отдавать вовремя они наверное не хотят чтобы мы вовремя отдавали чтобы платили процент не нашу делать эти машинки и настирать надо ну что машинку вова установил ножки резиновые не пригодились потому что она прыгала на этих ножках бортик у нас здесь сломался нужно купить потому что ну миллиметража какого-то не хватило чтобы она вошла вот такая машинка вот вова хотел именно эту читал отзывы что она бесшумная лучи в нее хорошие отзывы хотя ему хотели какие-то другие машинки продать буду стирать белая халат если буду стирать использую вот такое средство попробую на хлопок 60 вот так включить вот два часа стирать ну все с богом дай бог проработает 10 лет гарантия на запчасти вот так вот так